Привет, друзья! Сегодня покажу в действии такой прибор, как вакуумный упаковщик. Заказан в Китае, на Алиэкспресс. Если кого-то заинтересует, ссылки на прибор и специальные рулоны с пакетами для него будут в описании. Меня как-то попросили небольшую партию мяса упаковать в вакуумную упаковку, но вот пришлось обзавестись по случаю. Специально для себя я бы, наверное, не стал покупать данный агрегат. Но тут как раз наступило время тотальной распродажи. 11 ноября. 11.11. Самые крутые скидки, причем не как у нас, когда тупо ценники завышаются, а затем рисуется скидка, и товар чуть ли не дороже выходит, чем был до всех этих манипуляций. А в Китае я специально следил за ценой. Так прибор стоил в районе 1400 рублей. За три дня до 11 ноября была объявлена скидка, и я купил упаковщик всего за 1000 рублей. Вот этот самый прибор. Почти треть цены реально скинули. Доставка бесплатная. Пришел в Московскую область довольно быстро, где-то за пару недель, может чуть больше. В общем, без переключений. Одновременно с прибором продавец в подарок кладет прямо в эту же упаковку 15 штук небольших специальных пакетов для упаковки. Но для наших целей они, конечно, маловаты. В них можно разве что пару некрупных перепелов упаковать, ну или ребенку в школу половину яблока. Как это делают, кстати, показывая работу этого прибора, ну зачем ребенку резать яблоко и заморачиваться с упаковкой? Кстати, еще вопрос, как школьник будет вскрывать этот толстый прочный пакет? Если можно просто целое яблоко вымыть и дать в обычном пакетике ребенку. Ну да ладно. Те, кто тестирует подобные приборы, часто на камеру показывают, как упаковщик упаковывает мягкую игрушку, как он ее сжимает, соответственно, вакуумом, или какой-то там жесткий фрукт, там лимон, яблоко, апельсин. Ну, это все, конечно, очень понятно, но это все очень далеко от реальности, от практического применения. Прибор, по сути, представляет собой камеру с насосом. Насос выкачивает из этой камеры воздух, специальный армированный пакет заводится в эту камеру и прибор плотно закрывается. Нажимаем на кнопку, воздух выкачивается, соответственно, из пакета с содержимым. Компрессор довольно мощный, но края пакета нужно очень ровно располагать в камере, следить, чтобы черные уплотнители были чистыми, ничего постороннего не попадало, не нарушало именно герметичность. Пока прибор выкачивает воздух, лампочка мигает зеленым. Когда давление достигает заданного показателя, зеленая лампочка сменяется красной. Это значит, что прибор запаивает пакет. Рядом с камерой расположен нагревательный элемент. И наша вакуумная упаковка завершена. Пакеты использую специальные, которые стоят, кстати, недешево. Кто решит, что можно использовать обычные тонкие целлофановые пакетики, ничего не выйдет. Так сэкономить вряд ли удастся. Я заказал себе три рулона сразу вместе с этим прибором. Самых широких пакетов, они по 5 метров в длину, рукав такой по сути. Ширина 20-25 и самый широкий 28 сантиметров. Такой набор мне со скидкой обошелся в 800 рублей. Но это 11 ноября было. То есть скидки максимальные. Причем, обращайте внимание, откуда заказываете отправку. В частности, заказ из России, например, в настоящее время дешевле, чем из Китая. И быстрее заметно. С этими пакетами, конечно, получается дороговато. Но тут как со струйными принтерами. Сам аппарат по сути чернильница стоит не очень дорого, а вот картриджи обычно доходит аж до половины стоимости самого устройства. Тут то же самое. Без специальных пакетов прибор бесполезен. Пакет имеет две разные стороны. Одна рифленая, как бы армированная, другая гладкая. В упаковщик пакет засовываем гладкой стороной вверх. С рулоном рукавом делаем так. Открыли рулон, сразу край пленки установили в упаковщик, но так, чтобы пакет не доходил до воздушной камеры. Воздушная камера обрамлена таким черным уплотнителем. То есть край пакета должен лежать на нагревательном элементе, ну с запасом 5-7 миллиметров хотя бы. Закрыли крышку, включили прибор. После того, как из камеры будет высосан весь воздух, прибор запаяет край пакета. Теперь мы можем отмерять пакет нужного размера, отрезаем ножницами и упаковываем продукты. Ну с устройством разобрались. Теперь к практическому использованию. Я упаковывал разные тушки кроликов, побольше, поменьше. Могу сказать свое мнение. Тушки больше 1,8 килограмма упаковывать сложно, ну и вряд ли они прям сильно востребованы. Стандартные тушки до полутора килограмм, там 1,6, нормально в целом упаковывать, но есть одна проблема. Если лапки обрезаете, то есть не по суставу, а либо ломаете, либо как я использую секатор, то острые косточки лап могут протыкать даже толстый пакет. К сожалению, нарушается герметичность во время откачки воздуха. Ну а если уже не герметично, никакого вакуума, соответственно, эта упаковка становится бессмысленной. Она не лучше, чем обычный целлофановый пакет. Я из этой ситуации выходил упаковывая по две тушки и как бы клубками сворачивал. То есть лапки обеих тушек, они упираются друг в друга при упаковке и не прокалывают целлофан. Но при этом покупателю должно устраивать подобное решение. Вес, потому что по такой упаковке будет около 3 килограмм. Плюс кровь надо как следует промакивать, а тушка сама должна быть сухой такой. Иначе вместе с откачиваемым воздухом прибор будет тянуть все жидкости и будут видны подтеки внутри упаковки. В общем, вид будет не самый прям презентабельный. В целом, мне не очень понравилась подобная упаковка применительно именно к упаковке тушек кроликов. К тому же, те этикетки, которые я обычно клею на обычные пакетики с мясом, где вес и дата забоя у меня указываются, на эту упаковку почему-то не клеятся вообще. К этой упаковке не пристают этикетки, в отличие от обычных стандартных пакетов. Поэтому для мяса я использую обычные белые пакеты майки. А для ливера прозрачные пакетики для завтраков. Дешевые, тоненькие. Поэтому перед тем, как приобретать подобный прибор, подумайте именно о его практической полезности для вас. Вот конкретно для вашей кухни. Это не профессиональный, а чисто бытовой агрегат. Для бизнеса, пожалуй, его сложновато использовать, на мой взгляд. Хотя, конечно, невысокая цена подкупает. Особенно в сравнении с профессиональным упаковочным оборудованием. Я к чему. Не ждите от прибора волшебства. Да, герметичная упаковка, вакуумная, позволяет дольше хранить любые продукты. Это факт. Ну и то, что в такой упаковке продукты, например, в морозилке не вымораживаются, не сохнут, это тоже плюс прибора. Ну а его реальную необходимость для вас оценивайте трезво и самостоятельно. Что еще? Когда процесс откачки воздуха завершен, красный индикатор запаивания вновь сменится зеленым. Тут перед открытием камеры необходимо снять избыточное давление. Для этого на верхней крышке прибора есть специальный резиновый клапан. Приподнимаем его, вакуум нарушается, теперь можно спокойно открывать крышку. Реальная польза по уменьшению объема упаковываемого содержимого есть, разве что если упаковывать, например, шкурки. То есть меху объем придает именно воздух, если шкурки, скажем, копите, чтобы потом заниматься выделкой, там какой-то обработкой, ну то есть копите до какого-то приличного объема, чтобы не с одной-двумя заниматься, то вот можно упаковывать и заморозить до поры. Ну эта шкурка должна быть, конечно, ценной. Обычной особо никому не нужны, ну с ними только возни много. Еще полезное применение перепелов по несколько штук, тушки я также замораживал. Такие мелкие тушки в обычных пакетах при замораживании и хранении могут сохнуть и вымораживаться. Ну а в вакуумной упаковке все сохраняется. Вот такой обзор бытового вакуумного упаковщика. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Фермер-Одиночка.